Здравствуйте. Слышно меня? Хорошо. Камилу говорите, да? Последние чертовы дюжины. Он же киборг был настоящий, правильно? Вот и уцелел. Три раза умирал, три раза восстал. Не знаю, как она это делала, но Стругацкие никогда не заморачивались такими мелочами, они просто констатировали факт. Умер воскрес, воскрес умер. Я когда первый раз читал, у меня была мысль, что он Люден был первый, один из первых Люденов. Но, видимо, это был эскиз к Люденам, к теории вертикального прогресса. А когда им понадобилось «Волны гасят ветер» и все остальное, они оживили, это же очень поздняя книга, это 85-й год или 76-й. Они оживили его и пустили в дело. Но только не его, а вообще логику эту создали Люденов. Алексей, Люден — это, наверное, не Люден, а Камил — это люденский неандерталец. Ну да, такой неандерталец, очень хороший срок. Предтеча такой, Камил — предтеча. У нас и Анна предтеча, а это Камил предтеча. То есть он обладает почти свойствами Людена, его невозможно убить, он все знает и ничего не хочет, вечно страждущий. В отличие от Людена, Людены хотели. Но этот такой Люден с обрубленной эмоциональностью, о которой он говорит, помните, надо срезать эмоциональность, и тогда ты, значит, заживешь. Ну, у него не было игры, наверное. Да. Так, да, собственно говоря, лунная радуга. Тьфу, далекая радуга. Ну, какая-нибудь радуга все равно какая. Что у нас с этим самым, с произведением? Что мы точно знаем по нему? Как сказал Глеб, они в интервью признавались своему, Борису Стругацкой, что они действительно хотели закрыть цикл, закрыть всех, убить. Самый простой способ закрыть — это убить всех. И долго к нему не возвращались, писали эту социальную фантастику свою дурацкую, которую я терпеть не могу, но потом вернулись к миру полную все-таки. Это град обреченных? Град обреченный, там «Хромая судьба» и прочее, вот этот весь трэш ужасающий, да, и так далее, который я вот не переношу абсолютно. У меня Стругацкий — это мир полдня, пока они такие, значит, все хорошо. Но это же вкусовщина вам, может быть, наоборот, кому-то интересен, град обреченный и все остальное. Так вот, он еще говорил в интервью, что им было очень любопытно поставить эксперимент, как люди полдня будут вести себя перед угрозой массовой гибели, маленький локальный апокалипсис. Как это все будет происходить? И вот они этот эксперимент поставили. При первом приближении тут все предельно понятно, и выжать ничего нельзя из этой повести. Никаких тайных кодов, никаких наших вот этих тайных линий прогрессорства. Вопросов, не находимся ли мы сами в прогрессорской операции, читая эту книжку, и так далее, и так далее. Или все-таки есть? Есть у вас какие-то вопросы есть к повести? То есть то, что вы не поняли и хотели бы прояснить? Ну, кроме воскрешения Горбовского. Ну, там же, по-моему, Стурградские говорили в онлайн-интервью, что у них намеков разбросано достаточно. Или этот, как это, звездолет все-таки взял и прилетел большой, который накануне отправили. Или все-таки докопали этот туннель укрытия. Или волны, встретившись, действительно аннигилировали друг друга. Там достаточно густо разбросаны эти намеки. Один из них мог сработать, могло сработать два. У меня вопрос. Ну, ты ж нас уже натаскали, какой замысел был вложен, почему именно такой герой выбран. Тут как бы нет одного конкретного героя. Я тоже размышляла о том, что герои – это некие коллективные, как общество того времени или человечество, которые представлены в отдельных личностях на этой планете. Но первая глава у нас начинается, и отдельной главой ему посвящен вот этот Роберт, о котором Матвей, по-моему, сказал, что недалекий человек. И эта линия достаточно хорошо прописана, там, где он попытался спасти свою любимую Танечку. Все его переживания и так далее. Честно, я так и не смогла для себя ответить на вопрос, а почему Сругацкий выбрали именно такого, и так уделили ему столько времени, и эту линию сюда включили. Мне, например, сложно. Это мой самый главный вопрос. А еще мне очень интересен диалог, когда они утрамоны ожидали или там боролись с их. У них там был очень интересный диалог про развитие физики, про противостояние эмоционалов и... Забыла. Логики, да. Логики, да, эмоционалисты, или как это так они называют. Эмоционалисты и логики. Да, и там тоже приводились, якобы цитировались слова, ну или там кто-то слышал, как Камил рассуждал, и он рассуждение Камила приводил о том, что мир поделится на два общества. А Горбовский сказал, что я понимаю, что, скорее всего, Камил просто строит модели, и он как бы предполагает, чтобы было бы, если бы, ну и как бы размышлял вслух, а этот парень, который его цитировал, это услышал. То есть вот это, мне кажется, тоже сюда зачем-то вставили Стругацкие. Зачем? Ну, я как бы понимаю, что не просто так, но я не смогу, если меня спросят, зачем, я нормально ответить не могу. Диалогом всё просто, это же тогда был на пике спор между физиками и лириками в 60-е годы, очень популярный. Ну, это понятно. А какая позиция автора в этом споре? Я, например, несложно ответить. То есть Стругацкие как авторы, что они хотели этим сказать? А где ты смогла просчитать позицию Стругацких как авторов? Не смогла. Хоть в одном произведении смогла? Вот вас и спрашиваю. Везде понятно, а здесь вот как-то не до конца, да. Всё, мои вопросы закончились, основные. Я понял. Ну, хорошо. Какие там ещё? Есть у кого-то какие-то ещё? Роберта надо просто просчитать. Для этого надо выделить формальные признаки и посмотреть историю, которая с ним происходит. Зачем она понадобится? Мне очень непонятно. Это линия Роберта и Татьяны. Она какая-то очень негармоничная, как мне кажется, незаконченная. Как-то непонятно, зачем её вставили и какой её смысл. Мне абсолютно понятно, зачем её вставили. Ну, давайте объясню. Вся фишка в этом поступке в том, что он бросил детей. Она посидела, помните? Она же с седой прядью была. Её Горбовский видит с седой прядью. И когда они на пляже заканчивают, он к ней подсаживается, и она не отодвинулась. Молодая, очень миловидная женщина, но с седой прядью. Воспитальница посидела от того, что этот влюблённый дурак как бы заставил её покинуть семилетних малышей. Которых она воспитывала вообще, собственно говоря. Ради великой любви. Что мы о нём ещё знаем? Он физик, причём не выдающийся, как он сам говорит. А такой надеющийся выдаться. И ещё с него лепили, очень красиво с него лепили, что дар жизни или что-то там ещё. Влюблён как полный идиот до потери адекватности. И всё у них было бы весело на этой вышке. И она была у них в гостях, в степи красивой, и пока не случилась волна. И тогда он делает, что он прилетает. Сначала констатирует гибель Камила, пытается его спасти. Ультрамон. В общем, ведёт себя вполне адекватно. Потом он докладывает, что Камил погиб и получает от Малянова люлей моральных. Потом он честно пытается на этой штуке атаковать волну на вот этой хорибде, в большом-большом вездеходе, который поглощает энергию. И потом он летит с Патриком. Разделяется, летит в детское. И на обратной дороге, когда выясняется, что волна с двух сторон идётся некуда, он и через полчаса будет здесь, он умудряется не детей спасать и не дать ей остаться с детьми, а силой чуть ли не запихнуть её в петерокоптер и ломануться в центр города, желая посадить её в корабль. Потом он очень наивно атакует Горбовского, пытаясь её спасти. А она сама отказывается и сидеет в этот момент. И они там крупно ссорятся. Горбовский их покидает. Потом выясняется, что на пляже она там пошла вдоль воды и села, а он так типа к ней присоседился с подачи Горбовского. Вот всё, что мы знаем. Какие у него сильные поступки, точки ветвления, на которые стоило бы обратить внимание? Сразу становится понятно для чего. Ну и Харибда, во-первых, когда он запрыгнул. И в принципе момент, когда он решил бросить детей, её спасти, если не оценивать сейчас моральную сторону правильной или неправильности, он проявил себя как человек, который принимает решения. Вначале проявил героизм, когда пытался спасти Ульт Матрон в самом начале, когда волна шла на него. Да-да, давайте после этого. Да. Пришла в голову мысль, что существуют персонажи-резонаторы, которые максимально различаются и дают динамику играния. И Роберт, на мой взгляд, это резонатор Камила, а не антиподы. Камил много чего может, но не хочет. А Роберт очень много чего хочет, потому что такая незрелая эмоциональная личность, но мало чего ему удаётся сделать, потому что эмоции перекрывают голос сразу. Ну или просто банальной совести, какой-то корпоративной этике. Что ещё? Женя? Для меня он скорее антагонист Горбовского, чем антагонист Камила. По-моему, вот, собственно, Роберт и Горбовский – это два человека, которые в этой повести принимают решения с больших букв. То есть, пускай Роберт их принимает из чисто эгоистических соображений, в отличие от Горбовского, в этом его антагонистичность Горбовского. Но вот как раз эти два персонажа олицетворяют собой принятие решений. А Матвей не принимает решения? Ну, тоже принимает, безусловно. Там по большому счёту… Администратор, да? Да, там все принимают решения, безусловно. Но для того, чтобы продемонстрировать такие самые яркие проявления вот именно волевого принятия решения, по-моему, как раз вот эти два персонажа существуют. На мой взгляд, Роберт выбирает себя, а Горбовский выбирает будущее. Мне кажется, главное здесь именно в выборе. Не то, что они решения там принимают или ещё что-то такое, а в том, что каждый для себя выбирает. И видите, как получается, что Роберт выбрал себя и свою девушку, и они в результате всё равно оказались оба за пять минут до того, как волна придёт. А Горбовский выбрал всё-таки будущее, и у него будет больше гешталь закрыт. Я не знаю, как сказать. Ну, смотрите, тут же, чтобы определить признак, надо смотреть на фон всегда. Признак же проявляется на фоне. Сменишь фон, он проявится другим образом. Какой здесь фон? Что хотели понять Стругацкий? Они хотели понять себя, как ведут жители полдня в момент всеобщей гибели, неотвратимой. Когда деться некуда, где спастись нельзя. Вот он поставил этот натурный эксперимент, и Роберт ему нужен был как то, как то, что называется ужасающим словом, типичный представитель. Экстременный накачанный балбес, который там занялся какой-то там нульфизикой. Не гений, середнячок. Никаких там, конечно, у него была формула, и так далее, но никак не могли эту формулу у него спросить и послушать. И неизвестно, нам так и осталось неизвестным, она реально, эта формула, вклад в науку. Вообще я, я и так себе придумка. И вот он делает типичные реакции 23-летнего или 25-летнего балбеса в то время. Какие? Спасает, в девушку влюблен, влюблен, спасает оборудование, пытается спасти, пытается. Камила пытается спасти, пытается спасти. Честно докладывает, что все пропало, докладывает. Потом на танке, этом поглощающем энерго, пытается атаковать эту хрень, пока он не взорвался, еле-еле выскочил. Потом улетел, и только, когда уже все было благоприятно, он спикировал к Тане, пытался ее найти. Потом полетел за этой хренью, аэробусом, обнаружив, что там потрачено топливо, ничего не сделаешь. Он что? Предстал перед главным выбором. Вывести троих детей, каких-то из этих десяти. Помните, он там говорит, выбирай. Он говорит этому негру, который командир группы «Испытатель», ты можешь выбрать троих из десяти рыбой выбора? И поскольку он понимает, что дети погибнут, он же делает какой выбор? Дети погибнут. А у Тани есть возможность спастись, потому что звездолет будет уходить, он отдает себе в этом отчет, и есть возможность ее туда засунуть. Причем за себя он не просит. Он Горбовского просит только за нее. А у Тани отказывается? То есть это вся его жизнь, весь этот персонаж нужен, чтобы показать определенный нравственный выбор. Кто еще делает такой же выбор? Кому жить, кому убирать? Делает Горбовский, правильно? Горбовский делает точно такой же выбор и тоже связанный с той же дилеммой. Дети, причем он как командир корабля не только право имел, но и обязанность лететь на лен. Но он послал штурмана и пилота, но сам остался. Хотя что такое корабль без командира? Ну как-то даже не по усталу. Он должен был его возглавить и лететь. Но он предпочел запихнуть еще двоих детей, и я сам самому остался на его освободившееся место. И помните, там совершенно замечательный диалог с старшеклассниками у него был? Гордо отказывающимся лететь. Что он им сказал? Вы нужны на корабле. Да, он сказал, что я понимаю, что вы все хотите совершить подвиг, но истинный подвиг – это залезть в корабль и возиться с этой малышней, которая там в памперсе, пеленке, еда и все остальное. И им первоклассник успокаивает. А они вовсе героические остатки и погибли. Говорит, как это подвиги Ишу и мечты о них в сторону, наступила жизнь такая, как она есть, и какой она, к счастью, редко бывает, он сказал. Но иногда бывает. Да? Да. В чем отличие Горобовского и Роберта? Роберт воспринимает все как катастрофу и борется с этим. А Горобовский как-то все воспринимает из фокуса «Жизнь прекрасна». И не знаю. Тут все гораздо хитрее. У Роберта есть любимая Таня, а у Горобовского же нет Тани здесь. Он наблюдает чужие беды и катастрофы. Ему некого спасать, у Горобовского. То есть у него нет личной заинтересованности спасаемых, в отличие от Роберта. И родителей, и детей, например. Помните, как это А? У Горобовского есть Горобовский. Он бы мог спасать Горобовского. Ну, только Горобовского, да. Но Роберт же себя не спасает. Да? Спасает себя только... Он только Таню пытается спасти. А Роберт точно так же, как Горобовский, героически остается на планете без всяких попыток убежать. Дело в том, что Роберт, он, в отличие от Горобовского, спасает то, что ближе. То есть у него любимое то, что ближе, самое ценное. То есть Таня в этом случае. Были бы у него дети, возможно, дети были бы. Ну, не совсем так, подождите. У Татьяны есть... Татьяна вообще беременна. Он спасает Татьяну и будущего ребенка. А почему это Татьяна? Значит, она беременна. Это ты только так по его словам решил. Он мог соврать с горячей. Ну, почему подождите? Он же сказал, что вы можете у него спросить. Я не думаю, что так бы он говорил Горобовскому, что пойдите спросить у Татьяны. Горобовский бы не пошел. Слишком... Не-не-не, но я не думаю, чтобы он таким образом обманывал, что действительно можно было бы спросить у Татьяны. Я не думаю, что он до такого опустился. Думаю, можем рассмотреть две версии. Первая, что все-таки опустился. Вторая, что не опустился. Но суть не в этом. Спасает он одну Татьяну или Татьяну с ребенком, или татьяну с 10 детьми своими других детей 10 бросил бросил спасает то что близко ему лично вот а горбовский другой ситуации бы с бытовой точки зрения смотреть он никого личного тут не имеет кого спасти и поэтому же там легко легко быть благородным распоряжаюсь последним ковчегом на планете помните мама алёшки это этого жены жены администратора базы которая рассказывала что меня надо сюда взять я много места не займу по той простой причине что он без меня не выживет горбовский говорил да выживет не переживай воспитателя воспитаю вот у меня самый такой наверное большой вопрос почему он все-таки позволил этой женечке остаться на корабле да он не позволил она залезла тайком он это обнаружил когда люк уже закрылся да он не нашел ее в толпе она она хитро просочилась скажу причем он у меня больше всего правило что он без всякой злобы об этом подумал там же написано какая-то женечка ну все у любимая фраза горбовского как говорили стругацкие можно и лягу а почему у него такая фраза любима потому что он всегда хочет нет вообще по жизни у горбовского потому что он хочет чувствовать себя максимально комфортно расслаблено и и вдумчив поэтому стакан с соком поэтому разы всегда развалиться и всегда думать и смотрите как мы не имеем дело с горбовский вот свереба лежит ну кроме тех случаях высаживаться на смертельно опасные планеты и всякая так он лежит мало то что лежит очень лежит и философствует да и пьет сок там всякие всякие принимает наилучшее решение самое мудрое решение и музыку там там мы слушаем ну то есть мы имеем два нравственных выбора правильно очень разные между собой один как бы по-нашему дрогнул в кавычках хотя он гаррия преступник гребовский гардимон помните на пляже в конце какой-то преступники а вот столько лет прожил видел разных людей сразу совершавших разные поступки но так что преступника желающего совершить преступление я ни разу так и не увидеть не какой-то не преступник иди вон к ней и радуйся жить и она же не отодвинулась помните когда он рядом все это последнее что мы узнаем о роберте и таню что она не отодвинулась вот горбовский собор совершает выбор абстрактно так достаточно не имея личных линков на ситуацию детей у него там нет в отличие от мат матвея который администратор и там мамочек этих бесконечных как его никого ни в кого не влюблен и прочее прочее показали человека который такой совершил выбор не имея прямых личных привязок к ситуации а роберт принимает в ситуации очень большой личной привязки и вот сугацкий задается вопросом и нам его задают это эгоизм или это что-то другое следующие люди будущего не изменились в этом смысле остались эгоисты но в чем же эгоизм если сам он остается тут еще одно отличие горбовского вот роберта потому что роберт он считает себя преступником а а горбовский судя по его точке зрения выбор совершает каждый лично и нет правильного неправильно есть только личный поэтому ты не преступник потому что ты ты совершил свой какой-то выбор который ты считал хорошим ты не считал ты не желал зла и тому подобное и сам горбовский он же нарушил например какой-то там устав что капитан не полетел на корабле и так дальше то есть он тоже воспринимал личный выбор намного более важным чем какой-то принятый выбор в этом обществе то есть он такой как я не знаю либерал супер неэксклюзивным мышлением то есть противоположность получается роберту понятно и техники не назвал бы горбовского либералом конечно тут ведь вся разница в чем что роберт проявляет свой эгоизм именно в том что он придет поперек иерархии то есть по идее вопроса о том кто должен спасаться должны принимать люди более компетентно это заслуженные так далее роберт решает что нету давайте я свою там женщину туда засуду вот и с этой точки зрения это ну конечно эгоизм потому что кем придется тогда пожертвовать вот а горбовский жертвует сам собой причем в ситуации когда есть кому доверить летательные аппараты в общем-то никто от этого шибко не пострадает кроме него хотя он уже и сам говорит что сто лет прожил в общем-то срок вполне себе достойный ну короче эгоизм в походе против иерархии это это верно но я имею ввиду реакцию на свои действия то есть роберт считал себя преступником а горбовский считал что преступника вообще нет мы все делаем хорошо не ну тут же во-первых это калибр действия разные совершенно там оставить автобус детьми и самому нет эти наборки несколько разные вещи там уже горбовский просто очень добрый человек ну то есть зачем ему чморить парня который сейчас доживает свои там свой последний час просто зачем хотя бы в мире но это идет там более спокойный человек будет сидеть себя грязь может горбовский не знал что он десять детей кинул на дороге а то может он стал у него был бы другой прием я думаю что даже если бы знал он все равно бы его утешало и просто попробовал бы ему облегчить последние мгновения но если это из жалости то конечно но скорее всего не из жалости это было действительно он так думал у меня тоже показалось что то не из жалости кстати вот меня что удивило 22 век у них не протоколов нет у кого спасать во вторых почему только один граф горбовский принимал решение обычно хотя бы должно быть хотя бы минимум три человека да там я не знаю какой-то философ и так далее там тоже они интернациональная команда была вот я говорю для одного важно спасать детей женщин для другого для других важно например там старших людей общины или еще что то или еще что то то есть к этому времени должны быть вообще хоть какие-то протоколы они действовали имели я не в виду все протоколы в таких ситуациях никто не будет слушаться протоколов наверное это суть по моему этого общества будущего без протоколов там есть очень важный момент нас в него вводят самого начала что это общество разложенное кризисом борьбы вот этих научных групп и иерархия разлагается под давлением научного сообщества там это очень четко видно а просто давайте свяжем это с тем что будет дальше волны гасит ветер когда мы обсуждали эту книгу и обсуждали хома людям вспомните мы говорили что почему возникли люди потому что была вот эта несоразмерность между человеком и последствиями того что он делает и вот тут мне кажется как раз таки показывается вот этот вот разрыв почему в принципе ну такая логическая как мне показалась ступенька почему люди должны были появиться как раз подсвечивается вот этот момент что общество полдня оно было построено так что основная цель человеческой жизни это познавать максимально мир который вокруг и эта книга показывает что но не все так гладко с этой теории и что человек мало того что должен познавать он должен еще нести ответственность и принимать последствия за эти познания чего вот не хватало и как мне показалось раскрывается в этой книге и тогда логично абсолютно что появляются люди они которые это все уравновешивают кстати для меня влада как раз это и проблема понять что люди на появляются потому что существует такое мнение что какие-то новые технологии и что-то лучшее появляется тогда когда человечество к этому готово раз человечество было в тупике то интересно еще большой вопрос что там появилось но я не знаю тут скорее мне кажется вопрос не в том что готовы чтобы появилась а в том что есть запрос на это это тоже было возможно что как бы новая концепция человека появляется на кризис не на какой-то конкретный запрос как желание а как на уже имеющийся кризис и но это укладывается с тем что люди как раз таки вот ответ на кризис что мы не можем прогнозировать настолько масштабно да оксана знаете мне кажется вот влада вы мою мысль прямо ну как бы сочетали потому что для меня был очень большой вопрос знаете в чем в том что ученые ведь смогли разогнать прогресс до очень большой скорости навыка жить на такой скорости не было и навыка просчитывать какие-то последствия на таких скоростях тоже не было может быть как раз действительно появление люденов а ну как ну не знаю как бы вот вы не знаю обусловлено было потребностью в возможности жить на таких скоростях при таком прогрессе потому что у них же что фактически получилось они экспериментировали вовсю вот и даже когда волна появилась у нее исследовали как явление но кто-то исследовал кто-то нет кто-то считал что это важно кто-то нет вот но в результате эксперимент вышел из под контроля и случилось то что случилось и вот еще тогда мне горбовский говорил что тот кто очень сильно ну как бы разгоняется его может неплохо было бы и притормозить то есть если у него получилось ну как бы пусть посидит подождет на вот ну там говорил по моему о том что скорость прогресса иногда надо приостанавливать чтобы как-то устаканить то что уже получилось ну да я соглашусь потому что в принципе же я не знаю читали вы или нет что стругацкие написали у них возникла вообще эта идея написать книгу после того как они посмотрели фильм который показывал последствия что человечество себя уничтожила там моему ядерным или атомным оружием и они посмотрели были под таким впечатлением что они хотели бежать останавливать просто каждого там на научных конгрессах и говорить остановитесь перестаньте это делать мы не готовы мы не готовы нести ответственные за последствия на текущем этапе и и появилась идея написать вот такую книгу как человечество реагирует на то на технологический прогресс не имея морального моральной подготовки к этому и это такая очень классная дилемма я бы еще хотела спросить ученых оно того стоит вот мне хотелось бы задать вопрос то есть вот оно того стоит ну как бы так быстро бежать чтобы потом фактически им же удалось только собрать все что получилось собрать и передать на звездолета не если там остались вопрос стоит для кого то есть у нас же есть очень потребности высокого порядка которые не закрываются материальной культурой да конечно у нас же нет какого-то плана где я не о том я я немного не о том я вот так сказать что то есть три базовые вопросы на которые нам необходимо получить какой-то ответ то есть кто мы такие зачем мы живем и что будет после смерти и не ответить на эти вопросы культуры не может ну то есть не ответит эта культура значит за нее ответит другая святое место пусто не будет и для ученого вот постижение просто вот тяга к прогрессу движения вперед открытия загадок она становится ответом ну как минимум на первые два вопроса то есть вот собственно кто он такой чем собственно занимается хотя вот научный атеизм предлагает ответы на третий вопрос я думаю что многие ученые которые одержимы тягой к открытиям они не вполне думают о каком-то общем благе о том куда мы как вид идем и как мы будем это использовать это чисто личная история которая позволяет оправдать собственную жизнь свое мнение с точки зрения безопасности человечества они тут все соблюли все эксперименты делаются на далекой планете где есть только ученые группы г ну и их семьи в общем то а представьте погиб весь цвет науки они же все там остались там же был не весь цвет науки были только нульфизики которые занимались этой транспортации ну удивительно да что они никак не убеспечили себя от катастрофы грубо говоря на планете где есть эта волна гуляет регулярно грубо говоря никаких не убедуешь ни плана эвакуации это это удивляет диссонанс конечно в общем я не говорил просто что очень непродуманно что они нульфизики улетели на отдаленную планету понятно же для безопасности никого на ней не было кроме нульфизиков и необходимых людей но какой-то звездолёт сарай не припасли на края диссонанс они отвечают на этот вопрос если вы внимательно читали они говорят следующее что эта катастрофа не могла быть предусмотрена даже теоретически даже нульфизиками ее выбрали не для безопасности у них вообще не было соображения безопасности они с явлением как волна столкнулись потом и она всегда была очень ограничена уже когда начали эксперименты они избрали из-за пустынности и пригодности там удобно проводить было уж неизвестно нам по каким причинам эти энергетические эксперименты накачивать энергии все что он требовали этой энергии немерено каждый лаборант он говорит требует там как эта энергия все за него сражаются все придумывают там из себя лже пилота лже штурманов лишь бы получить оборудование и энергии и сражаются за каждого лабиранта именитые физики которые стоят на как бы впереди науки на они избрали ее просто из-за удобства климат человеческий абсолютно виден он говорит в этой на этой планетке даже животных нет хищных которые следовало бы бояться ни одной ядовитой измене одного растения выйди и пройди всю планету пешком с тобой ничего не случится от природы идеальные плоские степи идеальное теплое море вечно тихая спокойно облака и туда-сюда то есть это да это не планета где надо носить фильтры биозащиты там да или там скафандр ходить или где там агрессивная среда как на тахорги не до хорги вернее как на вон на пандоре там и прочее прошло нашли планетку где можно спокойно экспериментировать и и вот там там где благоприятный климат где хлеб растет помните как матвей говорит больше всего от сволочи по и посевы сейчас заденут а я больше всего не хочу потерять автономность планета которая позволяла автономность обеспечить чтобы далеко туда не таскать все эти эти самые там священных коров тоже гоняли и они уничтожили да безусловно и вот вопрос возникает только в том что волна уничтожила что там прямо сказанное камил говорит это что вы их зря ругаете роберт он говорит что эта катастрофа не могла быть даже теоретически лучшими умами предусмотрен никак то есть если бы была ситуация что они рассматривали но не приняли нужных мер тогда другое дело а так этому вообще никак это дальше чем для нас например попадание метеорита в землю потому что мы это представить можем и хотя вспоминаем об этом только когда вспоминаем брюса виллиса с вермагеддоном или очередной доклад делает какая-то там вот эта группа по слежению который бюджет 4 миллиарда долларов в год знаете на в этой группы по служению международной за этими как астероидами ну два раза в год или три нам говорят чтобы пролетел мимо земли очередной камешек но в остальное время мы не помним так у них даже такой степени опасения не было все это даже не строят вообще ничего не подозревали наоборот избрали планету где все хорошо точки зрения безопасности единственной заботой там стырить ульматроны лаборанта у такого же физика как это то есть получается то что отдаленное и не заселить почти не заселенные это вообще совпадение нет это не совпадение это просто удобно для физических экспериментов масштабных масштабного свойства вот она почему она даже чистая лаборатория в плане это лаборатория она очень комфортная она не опасная она безопасна она позволяет автономно жить то есть выращивать хлеб и хлеб и еду прямо на месте не дожидаться с каждым новым лайнером и кроме того она очень подходящий до физических экспериментов потому что нет резких возмущений погоды и нету чего больших горных цепей там еще чего то то есть она стабильные условия как лаборатория и именно это их подвело если бы они были не на автономке а планета чуть более была опасной там десять десятками два-три кораблика то все время как-нибудь рядом бы случились понимаете те которые таскают на эти консервы те которые там по принципу безопасности для эвакуации их подвело именно то что она безопасна и создана для поэтов и этих всех скульпторов и всех остальных они в степь себе спокойно уходили там творили автономы как они их называли помнить которые детей приволокивали и абсолютно безопасно влюбленные там шатались по маршрутам там какие-то молодоженные так далее так а физиком она просто стабильный эксперимент стабильный для эксперимента стабильные условия ты никогда не можешь сказать что тебе погода помешала или погода наложила возмущение на результаты экспериментов не все стабиль 25 градусов круглый год как бы их и хорошо но в степи пожарщика идеальная лаборатория полностью стабиль был еще другой вопрос о связи о связи с малышом там был перси диксон понятно что какая-то связь есть а есть ли там какие-то намеки может быть можно вывести какие-то данные о либо его жене либо о самом малыше о что-то еще мы можем узнать о нем из далекой радуги в общем то то нет я думаю что стругацкий характерны чем они не привносили параллели они каждую книгу писали в автономно он специально говорит это в оффлайн интервью он говорит что вы можете подумать вот читая все это что мы писали целый цикл произведений которые заранее там согласованы есть параллели и все остальное боже упаси мы каждую книжку писали отдельно и героя убрали просто чтобы новых не придумывать и из потом пришлось ученикам еще мне немало потрудиться которые в лабораториум ходили к ним к стругацкий на семинары домашние чтобы расставить это по по времени потому что по времени было были накладки стругацкие настолько не пытались согласовать их между собой произведения что даже там по годам ошибались то есть они просто просто вот был перси дикс который потом породили малыша герой вот герой выдумывать довольно тяжело для больших целей в таких произведениях где много герой вообще очень тяжело не брали горбовский у них по гробовский через полный как это через весь цикл красная нить но я так понимаю что это же книжка должна была завершать значит она была написана после малыша а если она была написана после малыша возможно они хотели добавить еще какие-то штрихи в малыша и могли бы действительно это сделать могли бы да ну я вот честно говоря может быть там какие-то особые знатоки нашли бы но я вот не вижу никаких параллелей кроме прямого имени нам намек а что они его родители я там параллели для себя увидела по времени да там очень все путано а я для себя параллели увидела например как они планеты выбирали вот например сараш саракш и гиганта гиганта это дальний космос саракш ближний космос и и время происходило приблизительно в одинаковое время там потом например радуга она сначала была безымянной планетой и то же самое безымянная планета там где нашли 13 подкидышей она тоже там е-н так и так там там планета была вообще без воздушного пространства как бы да астероид там был там не было планет не знаю ли это не случайно думает а нет это перебор с одной стороны не так много планет распоряжений открытых людьми с другой стороны как бы ну нашлась вот такая удобная для физик ну и мы дали возможность там веселиться на земле такие эксперименты ставить масштабные ну вы же понимаете сложно а тут лаборатория даже а я хотел докинуть еще одну разницу между горбовским и робертом в плане их выбора то есть человеку перед лицом с неизбельной смерти грубо говоря наверное единственное что может утешить это то что останется его имени после его смерти собственно и в этом плане у роберта игр вовс который колокол асальная разница потому что горбовский останется безусловно одним из героев этого всего происшествия камил случае гибели собственно станет с тем кто там повел себя не очень не камил а роберт так ему же прямо об этом говорят этот негр говорит ему гибу или как его там да да то есть ну что ты подумай как она к тебе будет относиться она к тебе после всего это он говорит я через три часа погибну мне будет все равно как она ко мне будет относиться абсолютно да да то есть роберт может быть еще дальше даже больше героин согласен чтобы его любимая женщина его возненавидела это ненавистью вот 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 но осталось живо поэтому я не стал бы так вот прямо роберта достаточно объявлятная фигура то есть все правильно вы сказали что каждый выбрал себе самое дорогое что у него было то этого 25-летнего балбеса была она который вел себя достаточно героично танк оседлал там на встречу этой волне поехал пытался с ней справиться разумеется тоже ради тани но но все равно же пытался согласен чтобы она его ненавидела он согласен чтобы и память о нем была дурная лишь бы осталось живой а что горбовский горбовский столетний дедушка который что терять уже нечего он все видел все знал он придет знаменит до последней до 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 степени невозможности знаменитости безупречная репутация но безопректов как это пошел себе на пляж сел и спокойно ждет пока волна сойдется 100-летний дед и 25-летний пацан который только начинает жить но есть же разница правильно а вот и стругацкий специально такую сильную разводку делают такую полярного чтобы мы посмотрели на моральный выбор они сказали в оффлайн интервью что это море стругацкий сказал что это про нравственный выбор книжка а он что не должен быть логичным он должен быть просто даже на мой взгляд апогей горбовского в этой книге это когда он вышел к этому собранию и сказал что собственно варианта у вас нет я уже все решил для грузят да то есть у них собственно никаких никакого плана на тот момент еще вообще не было они пока думали ла мандуа предлагал им там спасти физиков детишек мы еще на рожаем а здесь да здесь же гигант гигантский правиль для человечества участие будет отброшено на сто двести лет назад мы почти на пороге он говорит невероятная мощь природы как бы да то есть такая история как бы дети детей еще на рожаем а физиков таких поди поди получи выкосить целое научное направление они его в магазине не купишь правильно она всегда складывается уникальным образом и стал маленьким несчастным как там было написано произносил речь еще очень красиво выглядел на как как когда произнес стал маленьким скукоженным и несчастным горбовский сказал что ребята я да я тоже забуду к чему призывал к будущему правильно ламандуа 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 а горбовский сказал да я тоже за будущее только будущее это не вы там суперфизики да а дети они тоже оба были за будущее но просто по-разному это будущее понимаем горбовский же и сказал им как раз и любить им сколько предстоит и с этой же 0 как это 0 и даже 0 физикой заниматься до одной любви сколько будет еще то есть у них ценности разные а что говорил ламандуа ламандуа говорил что главное хотим мы не хотим но чего познавать человеческий род присутствовал познавать и преступление на пути созна познания то есть отказ от него это там худшее что может быть у человечества худший выбор который можно сделать эти ваши шпендики типа еще ничего не начали познавать а мы уже вот-вот прорыв сделай горбовского другие ценности говорит что одной любви сколько им предстоит пережить еще это важнее познать мы всегда познаем и в этом смысле и горбовский очень сильно похож на роберта который во имя любви как бы это все делать про не ну в конечном итоге все сводится к любви и просто ламандуа любовь к познанию не ну если так говорить то да мы эти же имеют ввиду человеческую любовь между между людьми про еще было очень интересно сравнить это с западной фантастика потому что западная фантастика тоже очень очень любит подобные сюжеты где апокалипсис да и там у них обычно уничтожается цивилизация ну в смысле как отношение между людьми и все становятся такими как это по-нашему сказать короче начинают разбиваться на мелкие группы на 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 сей на секты да на трейболизм до на 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 по трейболизируется по племенам разбиваются по группам по интересам на минимальные имена разбиваются и дальше племена соревнуются в силе чтобы выжить вот перспективная тема знаете какая в этой всей истории подумать о характеристиках общества полдня которые выплывают из этой ситуации потому что здесь лаборатории можно понять двояко это лаборатория для физиков и лаборатория для мира полдня как же будут умирать люди мира полдня которые живут в несомнимо более свободном и счастливом обществе чем и как они там перед лицом смерти себя ведут что мы узнаем про этот мир полдня глядя на вот эту книжку то же самое что сказали потом ну кто что будет спасать если вдруг что-то случится давайте последовать он минимально дисциплинарный то есть там были ли без оба давайте давайте по крайностям были ли безобразные сцены там спастите меня любой ценой и так далее кто вот лично себя хотел спасти лично себя вообще не нашлось ни одного ну почему мать сына как она же не себя спасала она спасала он без меня пропадет она живу она была помешана она же взяла его не отдала в интернат в интернат это был абсолютно нонсенс для того мира когда все давали детей в интернат что это 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 был тогда способ социализации она его воспитывала лично но это вот у него материнский псих я не думаю что он себя спасал специфический такой вот возможно себя ну хорошо оставим это единственный пример остальные не спасали спасали картину помните там ветер картина называлась там спасали малянов в 30 лет наблюдений в папке кто-то пытался передать письмо вот помните художники сделали выставку картин своих по выставляли когда уже три часа до общей гибели оставалась там еще люди спорили возле этих картин один играл не нет не до сочиненную красивую мелодию на виланчеле там какой-то местной все в кафе сидели и на ступеньках дома совета слушали все это помнить к гибель титаника тага и когда оркестр играл до конца и ни один не пытался спасти спасти себя раз каждый спасал то что считал самым ценным и часто это были даже не люди результаты труда 2 никто не дрогнул смысле не было соплей истерика всего остального те же старшеклассников посмотрели на никто не кликуше ствол а на западе всегда находится тут какой-нибудь религиозно помешанный там начинает вот пришли последние времена как туман у стивена спилберг как этот ужастики которые пишут стивена кинга да есть туман такой когда на военной базе где были биологические эксперименты взорвались взорвалась и оттуда повыскакивала всякая хрень ужасающая в полном тумане я чувака с сыном в супермаркете заперся они-то выживали от злых проникающих с внешнего мира чудовище там тоже конечно трейболизация сразу происходит и одна тетка такая местная корга ведьма собирает вокруг себя помешанных религиозно и он говорит себе еще лет так у нее и как это ее двое слушали 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 истово двое неохотно как только начала она а двое прислушивались говорит через а я что через два дня их будет четверо-восемь он там с кем-то разговаривает и скоро они там все грядут последние времена апокалипсисы всякое такое то есть вот этого нет нет понятно не того кто хочет нажиться там или ограбить банк по по причине отсутствия банков в этом и вообще все эти люди озабочены чем были все-таки люди которые эмоционально не выдерживали которые плакали были те кто уложились просто закрывали вот так вот ну ну это родители детей как бы да которые там с детьми с детьми расставались не впадают во все тяжкие да не впадают во все тяжкие по сравнению к антиамериканской фантастика это заведутся просто как святые потому что прочитаешь контекст панчего недавно нашим цикл у американцев там вот чуть только подобная ситуация не сразу валят друг друга вот в любой непонятной ситуации начни валить конкурентов хотя казалось бы проявить коллективизм мы в этом да самое главное там интересный конец когда уже детей отправили вышли на орбиту корабль да и все таком они что поехали на край города на пляж и чуваки уплывающие со слепым певцом который играет на мандолине на который его на спинах тащат и уплывают между двумя стенками сходящимися по солнечной дорожке вот это кульминация вот эти супер тренированные ну ну транспортники скажем так супермен и горбовский который встречает смерть валяясь на на шезлонге на пляже можно я лягу да это моя любимая фраза тоже можно я лягу в дуга и соком где-нибудь спокойно и что мы можем сказать о таких людях об этих людях и об этом обществе исходя из этих характеристик все-таки цикл полдень заканчивая перед смертью не впадают в истерику обычно как мне кажется человек начинает оценивать свою жизнь и если ибо и боится именно потому что ну ты боишься перед лицом смерти страх смерти одна из версий наверное которые я тоже придерживаюсь это страх того что блин я что-то не успел как-то не так жил не жил не так как хотел не туда а вот у них по-моему с этим все в порядке интересно вот как будто отсутствие страха перед смерть она дает обычная религия которая говорит что будет там если ты достойно смертил смерть то там после смерти с тобой все будет хорошо казалось бы в их атеистическом мире абсолютно не думающим ничего про то что вот после смерти и у них всех полное такое спокойствие стойков это странно как для меня Антон потом Глеб или давай Глеб потом я еще хотел раз мы уже вспомнили экспансию я иду слева направо да да мимо и провести параллель был момент когда тоже на земле была катастрофа упали астероиды и все было очень плохо и был как бы положительный герой который спасался в этих условиях и вот он встречает человека у которого есть много там припасов которые позволяют выжить и он его просто убивает ну и в результате он через некоторое время просто его спрашивают это получается мы убили человека ради припасов кто мы после этого и он такой стоп да действительно так получается нам нужно быстрее вернуться к и называть дальше тех персонажей которые могли бы жить в полдне тоже такие положительные нам нужно быстрее к ним вернуться он понимает в этот момент что он автоматически сделал вот это вот действие которое теряет ну как будто теряет он достоинство теряет все не потому что он так решил нравственно просто он сделал это на автомате в таких условиях ему нужно действительно быстрее найти людей которые это не сделают на автомате которые объяснят ему удержат его то есть что это говорит это нам говорит гуманное общество очень гуманистично не гуманное гуманистическое а вот я бы хотела это общество с камилом сопоставить вот как они к нему относились а что с камилом ну во первых я ну понятно вот я просто за него вспомнила Антон потому что вы на автомате говорили да ну он скажем так он такой человек полуавтомат да человек и как бы все программы у него вероятностные решения там седьмой я вот как поступить ну если седьмой тысячный вариант тебе надо спасать Таню бросать это все ну то есть он имеет видеть это с перспективы то есть сверху там был такой кстати очень диалог насчет лабиринта вот и так далее то есть у него картина полнее а и он понятно что его там трудно понять это ясно ну уровень немножко разный вот но просто то есть его в этой ситуации его мнение никто не спрашивал на этой планете хотя там были ученые с мировым именем там был художник с мировым именем и так далее то есть как бы они его конкретно ну то есть у них не было контакта я не видела что они у них у них был контакт они говорят Камил замечательно говорит есть только одна проблема понять что он говорит это раз а второй момент это то что у Камилы же не было в момент разворачивающегося события он же там метался где-то по этим степям и появился в самом конце когда корабль с детьми уже ушел некого было спрашивать он же говорит я трижды умирал за это время но проблема в том что я и вас сейчас всех переживу в очередной раз умру четвертый а потом что я буду делать на как это выжженной планете на которой возможно снег еще выпадет полтора метра снега от того что волны ударились аннигилировали забрали энергию все понизли вот говорит что мне предстоит понимаете да то есть тут его просто нет в решающий момент он был Роберт а потом он гнетался пыталась установить характер волны там некого было спрашивать все эти бедные Матвеи и Горбурские сами принимали решение я еще такое маленькое ну то что меня смутило лично что Горбовские они хотели принимать решение все вместе в начале обсуждения тогда понятно времени мало было это ясно протоколов у них не было тоже ясно как бы но тем не менее в такой серьезной таком серьезном вопросе должны участвовать не только командир корабля у которого я не знаю есть автоматическое образование нету есть философское образование нету ну он конечно по моему он был в совете ну то есть понятно что уровень ответственности у него высокий ну как бы это имеет право принимать решение на мой взгляд но на мой взгляд там должно было участвовать минимум три человека принятие решения кого дело в том что командир корабля даже если он полный негодяй сволочь мерзавица не достоин ничего все равно остается командиром корабля называется командир воздушного судна он имеет исключительные права которые приравниваются к правам государства на территории судна например он действительно может решать кого спасать а кого нет у него есть такие полномочия даже у современных всех командиров морских и воздушных суден есть такие полномочия он может женить например и много чего может морские капитаны морские и воздушные капитаны на борту но решать кого спасать кого нет капитан морской может легко как бы это их учат даже это Поэтому тут дело не морально, а дроство на публике Горбовского. Помните, как он завершает эту сцену? Он говорит, что мы улетели за 100 световых лет, скоро будем пронизывать пространство и много чего умеем, даже из мертвых почти воскрешать, но все равно нам приятно, когда за нас кто-то принимает решение. Вот я и принял за всех. Да, Глеб? Если возвращаться к тому, почему люди так достойно уходят из жизни, я бы сказал, что это просто счастливое общество. В смысле Аристотеля, стойков, у них насыщенная жизнь, есть смысл жизни, они ее качественно проживают, тому легко уходят. А если мы посмотрим на западную фантастику, то они начинают чуть что метаться и миссидер друг друга, потому что у них постоянно незакрытые гештальты, проблемы, они друг другу сплаживают. Мучаются там на Западе. Да, не фантастика, а просто сплошная психотерапия. Да, да, они все в афрейдизме погрязли и так далее. Стругацкие же, как и все советские фантасты, и как и вся русский космизм, они же поставили вопрос, как… Правда, на Западе свои такие были. Тут же, как этот… Фу, Шардон и второй, не помню его там. И американец немецкого происхождения, ученый, тоже ноосферист. Маск такой сейчас, например. Но логика именно ветки, если мы рассуждаем 50-е, 70-е, 80-е годы фантастики, то мы говорим… Там, где рисовались образы этого будущего. Мы говорим, что… Есть такое понятие антиэнтерпийное общество. То есть общество построено не на проедании до прибавочной энергии, которую оно получает из стоимости, а на создании ее. Общество – процессы, в котором организованы так, что как бы нет принципа, что кем-то надо пожертвовать, чтобы общество двинулось дальше. Конкуренция. Конкуренция там существует только в виде, который совершенно несерьезен для западной фантастики, например. А у нас вызывают хорошую улыбку, такую добрую, когда они конкурируют за детали к научным приборам, позволяющим более интенсивно вести расследование. И весело подтрунивают. То есть они пытались… Кто-то там пытался обмануть, выдав себя за штурмана и капитана корабля, говорит, вы уже третий, чуваки, а у вас какая отмазка, это уже было. Вот тот, который пел украинскую песню, помните, который шел там и пел «Ты ж меня педманула» или «Ты ж меня педвела», там был чувак, говорит, вот тогда был штурман, так штурман. Он целое представление разыграл. Какие у него характеристики? А первое, оно недисциплинарное. Помните, с каким ужасом, говорят, Матвей, говорит, «Мне скоро полицию тут придется заводить?» Я, говорит, вынужден вспоминать слова из литературы, типа «Истец и ответчик», когда эти физики между собой меряют. «Да что я дожился? Это кошмар, говорит, ужас». А кто-то там, задрав руки, говорит, «Я к нему пришел и сказал, что мне нужно два ультрамона этих». А он мне не поверил. Вы представляете, говорит, не поверил. То есть там три восклицательных знака. То есть для них мысль, что человек может собрать… Ну, вернее, кому-то можно не поверить, если он дает слово. Это просто в голове не укладывается. И антидисциплинарное общество. Общество очень творческое, для которых познание и творческий труд – это являются высшей ценностью. Очень гуманное. Даже не гуманное, а гуманистичное, я бы сказал. На человека ориентированное. И на развитие человека. И антиэнтропийное. То есть общество, которое не проедает, а добавляется. То есть что такое энтропия? Если систему сейчас секунду оставить в покое, то она начнет разрушаться по тепловому принципу сама. А антиэнтропийное – это которое самим фактом… Устроено все так, что самим фактом она прибавляет… Эта система прибавляет, например, счастье или гуманность или так далее. Это то, что хотели Платон с Аристотелем построить в первоначальном значении политики. Что полис должен быть устроен так, чтобы было хорошо каждому в отдельности с его устремлениями и полису в целом. Туда должно идти развитие полиса. И это задача политики. Вот с этим антиэнтропийным обществом как раз непонятно. Все остальные характеристики мира полдня – да, хорошо, понятно. Но как может быть так, что антиэнтропийное общество – это то, что нужно построить, то, что недостижимо? Как может быть не так, что все наше общество в целом, всю историю антиэнтропийное? Наше общество не антиэнтропийное. Наше общество как раз очень энтропийное. Как это может быть, что наше общество энтропийное, если оно порождает потом мир полдня. Ну, в этом-то и секрет. У меня есть к этому комментарий, особенно в контексте упомянутых Платона с Аристотелем, особенно Платона. Просто Платон-то выстраивает именно дисциплинарное общество. Все держится на стражах, которых воспитывают жестко. Очень высохнутая, это прям селекция. Чуть-то не в генического порядка. Так, и тут селекция в генического порядка. Это общество, которое детей забирает у родителей, воспитывает их отдельно, и еще поиск предназначения находит. Да, это Платонический социализм. Это очень здорово, потому что это все равно дисциплинарность. Прямая и тоталитарная передача культурного кода. Я в этом ничего плохого не вижу, я сам Платонический социалист. Но в рамках левых движений на Западе это конкретно такая тоталитарная культура. И получается, она не такая уж тоталитарная, она авторитарная скорее. И тут вопрос, авторитетом кого? Если авторитетом личности, это одно, если авторитетом системы, то это другое. А даже если авторитетом личности, то это такая личность, как Горбовский. Горбовский тут не самая плохая личность. Горбовский — это отражение общества. Тут вопрос в том, что они кульминация, я бы сказал. Миропол. В отличие от Запада, вот отвечая на вопрос Антона, рассуждая по этой ветке, от западной фантастики точнее, они не грызут друг другу глотки за недостающие. Максимум они весело конкурируют. Ну, по-хорошему. Понятно, что когда доходят, ну, могут еще утащить там на эксперимент, помните, как там обвинили каких-то этих, Алю эту или Асю, которые они встретили, которые шланг тащили в куфточке с оборванными этими самыми. А оказалось, что они тырили энергию для эксперимента. Младшие лаборанты там кого-то украли энергию там у города за два дня или за месяц, или еще что-то. На эксперимент. И это максимум, который они могут себе позволить. Но перед лицом. Гибели там, да, всеобщие. Как бы никто не пытался урвать кусок свой. Да, Антон. Возможно, ничего это не максимум. Возможно, просто они не успели скатиться. Волна быстрее катилась к ним, чем они катились в пропасть. Потому что вот они полицию вспоминали, обман вспоминали, кражу вспоминали. Таня, ну, они бы скатились, были очень быстро, принимая конкретные решения. Дело в том, что я этого на практике насмотрелся. Когда надо конкретное решение принимать, жители умирать, то там люди скатываются за считанные секунды. Для этого не надо долго катиться. Как бы сразу да, да, нет, нет. Потому что своя шкура, она ближе к телу. И вторую не выдает. Понимаете? Это да, но если они не могут представить, то, возможно, не за секунды они смогут это вообще представить. Нет, ну, выбор всегда конкретен. Как бы кто полетит на корабле. Как бы на что передавать. Помните, он шел, Горбовский, через толпу, и, говорит, такой баритон сзади деликатный. Его спросил. И деликатно, и слегка иронично. Скульптору, я так понимаю, надеяться нечего, да? Да, потому что, ну, картина еще куда не шла. Она там 3 килограмма весит, а скульптура это же там 33, да? Уже как бы никак не влазит. Но человек сумел иронию проявить. Хотя, наверное, скульптору не менее жалко своих творений, чем художникам, правильно? И он тоже туда всю жизнь вложил. У меня еще есть такой вопрос. Ну, это к обществу, к характеристикам общества. Вот там Камил сказал, что вас ждет разделение на, как бы… Эмоционалистов и логистов. Да. Я это понять могу, потому что даже сейчас вот наука, например, от физика или там от другого научного сотрудника, чтобы что-то достичь, тебе нужно, ну, вот, не знаю, лет 10 конкретно, забыть обо всем. Вот именно вот специализация серьезная, то есть времени нету и так далее, и так далее. То есть на эмоциональные какие-то другие вещи, ну, просто времени нету, если ты реально хочешь там чего-то достичь. И, например, я так понимаю, когда 22-е столетие и так далее, тогда там еще серьезнее, потому что нужно больше выучить всего и так далее, и так далее. То есть, но, вот на мой взгляд, все равно гармоническая личность нужна и та, и та сторона. То есть такое… Вот меня немножко смущает вот это вот такое разделение. Ну, я имею в виду, что для общества я считаю, что это может не так уже и хорошо. Потому что, чтобы принять правильное решение, нужно не только… Потому что что такое эмоциональное в моем понимании? Я могу ошибаться. Это все-таки вера, она более связана с подсознанием нашим и так далее. Это более эмоциональное. А вот сила аргумента фактов – это уже рациональное. То есть оно, вот эта связка, этот разрыв меня смущает, например, в этом обществе. Все-таки ты перегибаешь. Ну, не было там ничего такого. Ну, возможно, да. Ну, художники вытащили свои работы, поставили на этом самом… на последнюю выставку за три часа до всеобщей гибели. И люди сидели, слушали музыку. Ну, куда? Слушали же и нульфизики тоже. Это Камил как раз обозначает. Это умозрительная проблема была на самом деле. И Стругацкие поиздевались слегка на существующие тогда дискуссии, реально в 60-е годы в этих лабораториях всех, где эти младшие научные сотрудники, бородатые, симпатичные советские, зачитывались с Ефремовым и Стругацким и решали эти проблемы. Они говорили, что… А на стороне лирика были такие люди, как Евтушенко, Рождественский там и так далее. И они говорили, что… Камил говорит, ты отделяешь себя и подчиняешь всего науке. Ну, понимаешь, что ты отделил такой кусок себя, который и помогает науке. Что без этого сухая мысль не работает, просто просчет вариантов не работает. И если ты это отделяешь, то ты много чего видишь, но не хочешь этим заниматься, а тогда смысл пропадает этого всего. Что эмоциональная часть нужна. И вот так решили… Наташа спрашивала про авторскую позицию, вот тебе авторская позиция в устах Камила. Что не удастся отделить человечество эмоции и разум, потому что одно питает другое, и одно без другого не имеет никакого смысла. Ты вечно спрашивала дровосека, что лучше сердце или мозги. Как бы и сердце, и мозги. Можно я прочитаю? Для того, чтобы что-нибудь сделать в науке, приходится днём и ночью думать об одном и том же, читать об одном и том же, говорить об одном и том же. А куда уйдёшь от своей психической призмы, от врождённой способности чувствовать? Ведь нужно любить, нужно читать о любви. Нужны зелёные холмы, музыка, картины, неудовлетворённость, страх, зависть. Вы пытаетесь ограничить себя и теряете огромный кусок счастья. И вы прекрасно сознаёте, что вы его теряете. Это же вот этот кусок, по сути, вот это и есть авторская позиция. Да, да, да. При том, что сам Борис Стругацкий был астрономом, учёным. А вот как раз Аркадий Стругацкий был переводителем, то есть естественно научником Аркадий Стругацкий был гуманитарием, переводчиком с японского и английского. Тем не менее, прекрасно уживались в одном авторе, который называется Борис Стругацкий. Да, Антон. Я ещё хотел сказать по поводу эмоциональности. Если пытаться построить модель рационального человека, который, в принципе, можно построить и часто в экономике строят. В экономике ещё всё окей, ещё можно. Но если у человека есть несколько рациональных субличностей, то объединяя их, получить рациональную, в принципе, нельзя. Есть даже теоремы об этом. Поэтому приходится делать что-то не совсем рациональное. Эвристику или как-то ещё. Как правило, символическое. Или так ещё назвать. Короче, если делать более сложную модель человека, то без эмоций её вообще невозможно построить. Об этом и речу. И всё управление всегда идёт, что в мифологии, что в маркетинге идёт через символизм. Привязка к бренду, привязка к мифу, к мэму и так далее. Так мы устроены. Для нас кодируются эти очень важные вещи, и стыки, и вот эти трубы, все Байкало, внутренние Байкало-амурские магистрали на сильные символы, которые нас туда выбрасывают. К сильным идеям и к сильным образом. Тут вопрос, потому и, возможно, искусство, поэтому человек художественно может проживать жизнь. Вопрос всегда звучит перед перерывом. Зададимся этим вопросом, сходим на перерыв, и потом вернёмся. Вопрос звучит всегда так. Вам хотелось бы жить в этом обществе? Да, нету, что бы вы хотели добавить или убавить? Давайте подумаем, а после перерыва ответим неспешно. Вот, после перерыва. Я предлагаю вам замечательный эксперимент. Давайте возьмём всех героев Стругацких, которых мы разбирали, и поместим в эту ситуацию на радуге, мысленно. Давайте Гага возьмём. Как бы Гаг себя вёл, глядя на всё это, чтобы он себя подумал, чтобы он в своём внутреннем дневнике записал. Алексей, уточняющий вопрос. Гаг который? Гаг который в конце... Бойцовский код? Нет, я имею в виду, который в начале или который уже... В начале, в конце, любой Гаг. Чтобы он записал как наблюдатель или как действующее лицо? Как наблюдатель или как действующее лицо? Как действующее лицо он бы мог сказать, типа, крысоеды строятся, выноси на звездолёт Солнцеликова. Ну, Гаг, если бы он был на радуге, во-первых, он бы был, наверное, каким-то из рабочих... Не-не-не, реальный Гаг. Представим себе, что вот он решил попутешествовать, ему же корней разрешал, и прилетел на радугу, на экскурсию. И тут такая лажа случилась. Где-нибудь в середине повествования. Гаг в середине повествования. Когда он с драмбой там шатался по дорогам, и всё изучал. Ну, он бы подумал, что идёт война у этих людей с кем-то. Он бы всё понял, что это физический эксперимент, неудачно уже как бы... Ничего подобного. Он бы всё понял, но всё равно решил, что идёт война. Мне кажется, что он бы заснулся в отсутствии чётких инструкций, что делать в таких ситуациях. То есть, почему нету дисциплины. Я думаю, он достаточно видел бардака на войне. Я думаю, он быстро бы включился в ситуацию и нашёл бы, ну, что делать. Начал бы кому-то помогать. Я думаю, что он очень обрадовался бы. Ему очень понравилось бы это всё. Знаете, почему? Потому что он увидел, что они умирают, как самураи. Ну, то есть, в высшем достоинстве человеческом. А что ещё нужно спецназовцу, бойцу такому, как Гаг? Чтоб ты, типа, верёвочка не развязалась перед лицом смерти. Там, не зассал, там, типа, да. Тут все от мала до велика, красавцы. За редким исключением двух-трех женщин, которые расплакались там. И одного Роберта, который мечется. И то, знаете ли. И он бы сказал, вот это люди, всё. Теперь я их понял, с ними можно иметь дело замечательное. Можно жить. Что, если Редрика Шухарта поместить в эту ситуацию? Ну, он бы тоже, мне кажется, спасал детей. Да, ничего бы он не спасал. Вы его... Вы отношения... Ну, вернее, может, он и спасал бы, а Гаг полетел бы куда-то там бороться с этой волной. Не важно. Важно, что отношения к происходящему. Не что бы они там делали. Что они делали, это третий степен. Хоть на ступеньках. Мы их не героями, сейчас, считаем. А просто, чтобы они думали об этом всём. Да, об этом всём, да. Ну, если исходить из того, что героем для Шухарта был... Кирилл Панов. Кирилл, да, да, да. Он бы увидел перед собой там... Учит Кириллов. Две тысячи Кириллов, да, и сказал бы, вот, наконец-то, блин. Это не Хрипатый. Это не Нунин. Мир, где счастье для всех дар. Да, это не этот самый... Не, как этот... Не, как это... Ну, как его там звали? Не стервятник, да? И не этот дурачок, который там бордель содержал, который был агентом Нунана, и которого я там... Желая задеть попрыщу на носу, да, бил Нунана. Негр, да, забыла тоже, как его зовут. Не негр, а как маслатый какой-то кто-то там. Маслатый, да. Который негру давал по... Да, 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 да. Кирилл был бы в восторге, так же, как Гак. Гак не мечтал о таких людях, как Кирилл, в смысле, Шухарт. Но он просто знал, что такое мужество перед лицом смерти. И он бы тут... Тут он их понял и оценил. Он бы не мог не оценить научные занятия, увлеченность искусством. Для него это такое. Но вот именно мужество перед лицом смерти он бы оценил. Как у того доктора, который в конце, там, да, вот машина идёт с 20 тысячами дозами против чумы. Туда, откуда все бегут. Единственная машина, которая ехала в обратном направлении. Он на неё обратил внимание. Хорошо. Антон, который Румато. Тестируем всех героев через лунную, через далёкую радугу. Антон же сам, по сути, из такого же мира. Да, Антон, с Антоном было бы всё в порядке. Он там мужественно помог бы Горбовскому. Нашёл бы все занятия. Да, здесь без проблем. Хорошо. Берём таких крайних. Например, КМРР. Я думаю, тот же нашёл бы все занятия. Всё то же самое, да. Здесь они бы были адекватны своему миру. А кто там не из этого мира? Давайте так. Щекн. Как бы появился? Голова. Рыл бы убежище. Он бы пытался понять, кто главный и кому можно при... Кому присоседиться можно? Да. По принципу, главаря стаи, да. А на самом деле он бы пытался на корабль пробраться. Он бы как раз в контакт с Камилом. Да. Щекн бы с Камилом где-то. В ногах у Камилы путался бы там. Да не, мы же его не героинщик. Давайте подумаем, как он бы отнёсся к этому. Да, как отнёсся? Давайте посмотрим. Эти люди очередной мир угробили опять со своей глупостью. Любопытством. Собирал бы информацию о мире и о людях. Как он отнёсся бы? Что он делал, понятно. Он отнёсся бы к ним опять как к детям, которые не бедают, что творят и не берут ответственность. Он же считал их чокнутыми. Могущественными дураками. Любознательными, но не любопытными. Или как-то так. В общем, он о них был невысокого мнения. Он бы оценил выбор Горобовского в пользу детей. Потому что для Щекна тоже индивидуальный выбор был не важен. Важно было выживание общества всего их. И мне тоже кажется, что он бы оценил по достоинству. А мне кажется, с учётом того, что Голованы сменили хозяев, то есть они посмотрели, что странники более интересные, более выгодные от них больше, он бы присоединился к тем, кто гарантирует его поживание. Камилу. Такому предстраннику на предтече. Камилу предтече. А то, что люди его вообще не сильно жаловали, сыграло бы с людьми злую шутку. Они вообще бестолковые. Вроде бы и сильны своим знанием, но даже этого не понимают. И не интересуются. Он бы очередное подтверждение своего видения людей получил бы просто. Может быть, даже сказал, я же вам говорил. И своими действиями я вот это всё подтвердил. Ну, вы понимаете, Камил настолько уникальная фигура, что он же не обеспечивает выживание никому, кроме себя. Да, он киборг, он воскреснет в любом случае, но все рядом с ним умрут. Так что смысл возле него сидеть? Они бы прислушивались к его советам. Люди-то не прислушивались. А он давал советы там очень точно. Ну, Камил тоже, да, что-то предсказывал, но всё равно как бы не помогло. Случилось то, что случилось. То есть, по сути, что должны были люди сделать с Камилом? Они должны были его установить в слот главного компьютера в... там, в Сенатинь. И просто с ним общаться, когда нужно что-то узнать. И всё. Да, и мы бы получили фиаско Станислава Лема, супер-камиль, который рулит ситуацией. Так, а по сути, так и было. Просто Камил появлялся везде и что-то людям говорили, но они его не понимали. То есть, какая разница, установили бы они его в суббот или он остался бы вот так вот прилетать, там, появляться в самое неожиданное момент и что-то было. Равно бы люди его не поняли. Проблема же в том, что не поняли. Проблема в том, что не слушали. Я вот что еще понял, что вообще никто, никакой Этьен не хотел изучить 0Т. Но все хотели его изучать. Вот именно поэтому-то Камилами не интересовались. Иначе бы он был главным ульматроном и за ним бы стояли очереди. Ну, а это типа было бы как бы читерство в этой игре изучения. И поэтому все такие, да, конечно, мы тебя слушаем. Постой вот здесь вот. Какая смешная каска. Все правильно. Про Камилов, по поводу того, чего вы не слушали и так далее. Там, вот в этом диалоге говорится, что в итоге Ламон Дуай, люди подобные ему, они вынужденно не обращают внимания на частности, просто вот долбят, долбят, долбят в точку, чтобы дойти до своей цели. Ну, или просто идти вперед. Потому что соответствует их там этическим принципам и целям на жизнь. А Камил, он, ну, его все-таки слушают. То есть к нему не относятся же как к дурачку. Он там спокойно приходит на заседание всех советов, его уважают. Живой гений, все признают это. Да, 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 да. Очень уважаемая фигура. И когда его понимают, это очень серьезная вещь. Но проблема в том, что его воспринимают, как мне кажется, именно как вот это нечто узкое. И поэтому то, что вынужден, приходится отбрасывать. Потому что оно отвлекает от основных задач. И вот в итоге доотвлекались. То есть сумма, то это прошел такой вот дилектический скачок, что вот сумма изменений, она переживается в качестве. Да, все логично. Ну, вы представьте себе, вы там на острие научного поиска или там творческого поиска, что бы то ни было. Копаешь, копаешь, и вот докопаешься еще чуть-чуть. То есть ты полностью сосредоточил себя на этом. Приходит чувак, который даже трижды гений, но говорит, все надо искать иначе. Жить надо иначе. Науку надо делать иначе. Мыслить надо иначе. К нам какой-то суперуважаемый человек и сказал бы, что, ребята, все это хорошо, то, что вы книжки обсуждаете. Но реально, реально, надо делать абсолютно не то, не так, не те книжки, не так читать, не то обсуждать. И он очень уважаемый. Ну, понимаете, у нас же сейчас далекая радуга. Давайте мы ее дочитаем, и потом мы прислушаемся внимательно, как читать все остальное. А потом выясняется, что у нас там условно говорят «Туманность Андромеда» Ефремова. И мы опять ее читаем. Он говорит, вы снова не так читаете. Мы говорим, да мы понимаем, создайте свои курсы и занимайтесь там на здоровье. А мы вот так читаем. Несовершенно криво кусано вот так. И кто бы ни, как это, кому бы он ни приходил, везде он нарывается на такую ситуацию в данном конкретном обществе. Потому что все чрезвычайно увлечены, вплоть до того, чтобы обмануть и выдать себя, я не знаю, за кого-то, чтобы получить этот еще один норматрон и еще одного лаборанта. А он всем рассказывает, что жить надо иначе. Совершенно. Да-да-да, сейчас мы откроем нольтранспортировку и будем жить иначе. Дорисуем картину, обязательно будем жить иначе. И более того, поговорим на эту тему, это крайне интересно, но не сейчас. Мы вот еще чуть-чуть и мы проткнем мембрану, мы награем. То есть он получается, как Кассандра, которой никто не верит? Да-да, именно, в чистом виде. Мы же с этого начинаем на встречу. То есть он говорит Роберту, знайте, что бросаете все и линейте к Тане. Он говорит, чего вы? С какой стати? Он просто еще множество вариантов. Ну, то есть он под каждую ситуацию, вот ему надо было еще правильно вопросы задавать. Ну, это же правильно вопросы задавать. Вы просто поставьте себя в его ситуацию. Тебе и так никто не верит. Постоянно, чтоб ты не говорил, никто никогда не верит. И считают, что это вообще ни в тему, ни туда. А во-вторых, это все равно, что сорокалетний дядя к трехлетнему ребенку обращается и говорит, сынок, жить надо вот так. А тот на него смотрит трехлетний, говорит, шу-шу, дядя, конфету дашь или мультик поставь, это все. Реакция детей всегда конкретная. Понимаете? Они просто не понимают. Он ему советует, дает, как правильно жить, это, да, Камилу, трехлетним детям. Ну и в каком-то положении после этого оказываешься. Ты понимаешь, они нихрена все равно не воспримут, потому что последние 20 тысяч советов они не восприняли. Ну, дам 2001, но еще специально объясняться, если они все равно на отрасль не принимают. А вы еще говорите, никто не кликушествует. Вот Камил. Ну, Камил немного подкликушествует там немножко, но не в степени же мы все умрем. Он же говорит, это я, как раз я умру, а вы все останетесь. В смысле, вы все умрете, а я как раз останусь. И казалось бы... Он завещает из чистой логики, а человек с эмоциями насколько способен воспринять чистую логику. То тоже. Кстати, вот не знаю, правда или это правда, где-то писали, что вот Камил потом прекращает заканчивать жизнь самоубийством после того, как Людене появились. Он просто не видит... Ну, где-то я прочитала такое вот. Да, было такое. потому что он предтеча был. Как это? А Людене порешали все его задачи. Потому что он может, но не хочет, а они хотят. Они могут больше, но при этом что? Намного больше. Еще и хотят. Они активно интересуются миром. Тупиково и редко все-таки. Да, неандерталец, Антон очень правильно сказал. Даже не неандерталец, а какая-то такая, вот знаете, типа еще более какая-то боковая веточка какая-то. Некрасовский человек какой-нибудь или кто-нибудь в этом роде. А? Идельбергенсис. Да, 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 или это. То есть, и тут приходят карманьонцы, такие красавцы, и ты думаешь, блин, елки-палки. Я со своими надбровными дугами вот этими всеми, нечленораздельной речью и так далее, ну куда мне? Я был на Шри-Ланке и там в местном музее краеведческом, очень неплохом, кстати. Кто-то умудрился очень грамотно расставить черепа всех первобытных людей, так штук 15 черепов, 20, по мере того, как их нашли. И было очень хорошо видно, как утончались лицевые кости. То есть, вот эти битвы с дикими зверями, людям нужно было иметь здесь такую броню, чтобы просто эмоциональный поток выдержать, столкновение со зверем, да, с крупной кошкой. А потом, по мере того, как люди брал ум, как бы, и люди вступали в более человеческие отношения, все тоньше, тоньше становились черты лица, все благороднее. А Корчинский высказал предположение, что окончательная форма лиц современных появилась с изобретением зеркала. Когда мы начали смотреться, да, мы поменяли лицо. Есть еще с палеонтологией интересные парни, такие как Павианы, которые решили не утончать свои все дуги и черты лица, а они наоборот решили быть более такими агрессивными, авторитарными, и у них там практически всюду Гитлеры в стаях. Да, да, да. Решили проблемы, сделав себе не разум как специализацию, а силу. Силу и агрессивность, да. Они же очень серьезные, эти Павианы. Они там леопардов гоняют, поэтому... А первые протопавианы, знаете, вот наши предки Homo erectus полтора миллиона назад поднимался, живя среди Павианов, которые по полтора метра в сидячем положении были. То есть вообще были машины смерти. Они сейчас 60 сантиметров, там 80, от них не знаешь, куда деваться. Леопарды от них сбегают, и тигры, и львы. А тогда полтора метра, я не знаю, это просто кошмар. Вот. И люди выжили и в таком соседстве тоже. И даже утончили черты лица. Так вот, Стругацкие сказали и констатировали, что мир полдня, увы, невозможен в свое время, если не решить главную задачу, великую теорию воспитания, разорвать связь поколений и начать воспитывать людей, для которых превыше всего творческий труд. Которые, говорится, но для того, чтобы это сделать, они же такие марксисты были, марксистские, с марксистской точки зрения трактовали, по крайней мере, может быть, и не были марксистами, но у них были марксистские системы понятия на исторический процесс, производительные силы, производственные человека. Они говорили в оффлайн-интервью, Борис Стругацкий говорил, что совершенно непонятно, почему этой современной цивилизации мог бы понадобиться такой человек, как в мире пол и такой мир. Производство его не требует и нет пока не видно даже общих контуров производства, которые могли бы потребовать такого человека. А он говорит, что, конечно, надстройка следует за базисом, то есть марксист в таком смысле буквально сначала должно смениться, возникнуть производство, которое потребовало таких людей, либо тогда надстройка должна самостоятельно принять такое решение и, невзирая на уровень производства и развитие производительных сил, начать их менять. Менять под задачи, построения такого общества самого по себе. Да. Еще один вариант это если какая-то катастрофа и случайно выживают именно люди вот такие, потому что такие. Да, да. Только я не могу даже представить себе отборочный принцип, согласно которому выживут именно такие, а не какие-то другие. Представим себе, да. И второй момент это да. У меня есть запоречия, это называется, кажется. По поводу базиса настройки, речь в том, что это мир изобилия, то есть материальный вопрос решен, то есть войн нету, эксплуататоров, которые присваивают себе прибавочный продукт нету. То есть люди в общем-то... Там же обратная зависимость, а не обратная зависимость, если ты читал внимательно Стругацких, вот это начальное произведение, Путь на Амальтею, Хищные вещи, и так далее. Стажеры, там же как раз переходный период показывается, то у них историография была такой, что сначала появились страны, которые сделали теорию воспитания, а часть не сделали, между ними была война. А кроме того, образовалась мировая периферия, где вообще все было очень плохо и ужасно, и так далее. Был барьер, так называемый, между коммунистическими странами и всеми другими. И у коммунистических пошло очень быстрое развитие производительных сил, науки, техники, технологий, именно потому, что они создали такую теорию. То есть у них гигантский прирост по науке и, соответственно, производственной эффективности пошел именно потому, что огромное количество людей свободно занялись наукой, не тратя ее на силы, на все остальное. То есть они все-таки вперед ставили не сначала достижение уровня, а потом переход к строительству общества нового типа, а строительство общества нового типа, которое даст производственный уровень, соответственно. Не, я согласен полностью. То есть я, в общем, сам социалист, но считаю, что должен быть переход от Маркса к Платону в этом плане, в плане той же теории воспитания. Я не социалист, я скорее космист, в том смысле, что автоэволюция наша, наше все, что надо эволюцию осваивать как последнюю производительную силу. Эволюцию нас, нас как индивидуумов, как общество. Ну это большой вопрос, вообще создание дисциплины тогда, которая могла бы это изучать, создавать какой-то эмпирический базис. У Ефремова это историки, у Стругацких это учителя и врачи, у Павлова это те, которые в космос летают и там преобразовываются биологически. Ну, кстати, у Железных тихо-историки. Тихо-историки, да. Я говорю о том, что в принципе и возможен переход и через общество изобилия, когда будут решены базовые вопросы. Но это не прямое следствие, но как возможность. Что вот если мы все порешали, нам нужно найти какой-то смысл жизни, и почему бы нам вот... Не исключено, но да, можно даже Маска привести пример, что общество изобилия породило все-таки человека, ведущего за край. Но с другой стороны, общество, мягко говоря, не изобилия в Советском Союзе породило что? Куда больше таких людей чисто на идее. Потому что первые два декрета советской власти в Петрограде, не общая РСФСР, а РСФСР в Петрограде, это создание института реактивного движения или института космонавтики или какого-то там изучающего. То есть главная советская книжка была вот этого проекта была «Элита. Полет на Марс Советская Республика» и все дела, которую Толстой написал в 20-х годах. Это кульминация революционной идеи была тогдашней. Поэтому это все лучшее детям. Советский Союз тоже на детей ставил с подачи Ленина. И всю дорогу ставил. То есть строй менялся, но идея, что дети наши все не менялись никогда. Ты посмотреть на детскую индустрию, детское кино, все эти ДСАФы, все эти дворцы пионеров, где можно было бесплатно стать летчиком, там я не знаю кем, аквалангистом и так далее. Приходи, пожалуйста, бесплатно, все тебе Родина давала, парашютистом. Это, знаете ли, сохранялась всю историю. А оно неизбежно вытекает из нацсферного подхода и принципа автоэволюции. Что, конечно же, каждый след... То есть главный принцип каждое следующее поколение должно быть лучше предыдущего. Однозначно. На это ставку. Я согласен. Согласен, но там есть очень серьезная проблема. Вот Советскому Союзу как раз таки не хватило этого перехода к созданию теории воспитания, но не масс, потому что масса была налажена работа, а передача культурного кода от строителей революции. То есть от интеллигенции дальше и дальше. Пытались это сделать. Это делали... Бартини делал, вы знаете, смотрели про Бартини, да? И молодые стругацкие ходили к нему на домашние семинары вот такие, как у нас. Это дело... Линия была. Это линия была по... Потом Московский философский факультет и методисты, и методологи, точнее, вышли оттуда как частично. Это эзотерические школы питерские и московские были. Вот я к ним имел отношение, пошел подводного учиться и не иметь с ними отношения, как вы понимаете, невозможно было. Это очень узкий круг, 300 человек там. И все друг друга знают. Более-менее или через одного знакомого. Оттуда же вышел Пелевин, оттуда же вышел Сурков частично, оттуда же вышел Гидарь Джемаль и так далее, вся тусовка, Джуна и прочее. Южинский кружок, да, и так далее. И это... Что еще так вот навскидку? Ну, то, что сейчас Димитровграде, то есть в Росатоме, деятельность Переслегина частично. Но в Киеве же тоже осталось. Переслегин же называет, не осталось, а развивается. Он же своими учителями называет Чудновского и Никитина, они у нас на Подоле живут, слава богу. Регулярно на Укрлайфе выступают. И входит туда Датюк, в этот круг и так далее. И сам Переслегин всегда говорит с большим почтением об этом. То есть в этом смысле мы пронизаны, как бы, да, так это этими вещами. Но, да, опять же, весь русский космизм как таковой, еще литературное направление и научное. Космисты же делятся на литературщиков, которые в литературе это описывали, и ученые, которые пытались это реально реализовывать. И такие приятные сочетания, как, например, Ефремов, который был ученый с мировым именем и одновременно писатель. Ну вот смотрите, что такое мир полдня, если уже там начинать аккуратно подытоживать. Это люди, для которых познание превыше всего. А не является познание, такой вопрос оператором, или, по крайней мере, одним из операторов человека, как такового, человека с большой буквы Ч, нашего вида. Для нашего познания одна из самых важнейших вещей, правильно? То есть она сакральный оттенок имеет. Какого не возьми человека, какой этап человечества не возьми, сколько у нас было заблуждений, еще будет. Но познание это, это как бы священно и для диктаторов, и для либералов. Это свойство нашего рода. То есть в чем-то это общество отвечает очень важному глубинному запросу вида человека как такового. Это же Юджин Сернон, последний человек, который побывавший на Луне к этому моменту. У них, они, их модуль посадочный, они не сутки были, как первый Аполлон, а трое. Он был больше, удобнее. И процедура заключалась в следующем. Они когда прилетали, он открывал люк сверху, как у танка, вылазил и 45 минут смотрел в бинокль, прежде чем выйти, там пока наблюдал. И он не сказал слов, когда приземлились, а всегда говорят, и за каждой миссией сохранены первые слова, которые произнесли космонавты, а астронавты. Они готовились к произнесению этих слов, потому что, наверное, астрон сказал спонтанно или полуспонтанно, у остальных это уже стало, надо было как бы не уронить, не ударить в грязь лицом, да, и там, как это, сказать что-то не менее крутое, чем Астрон. Так вот он 45 минут наблюдал, а потом только сказал это. Он сказал, что я еще раз посмотрел на Луну, говорит, на этот мир, где очень мало людей до сих пор побывало. И сказал, что и мне открылось, он прямо говорит, мне открылось там видение или откровение. Он говорит, все-таки фундаментом человечества является познание, он говорит, фундаментальной потребностью человечества является потребность познавать, и именно для того, чтобы познавать, мы здесь. А это же была последняя миссия, они уже знали, что сворачивают программу, то следующие три Аполлона не полетят, потому что научный прирост был маленький, а денег тратилось уже огромное количество. и это был шестнадцатый Аполлон, по-моему, или пятнадцатый, шестнадцатый, а семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый не полетели. Один только использовали для Союза Аполлон, стыка на орбите и так далее, и советскими космонавтами. И вот он сказал, что наверняка он не читал советскую фантастику или не знал про русский космизм, но он сказал, что познавать эту фундаментальную способность он говорит, я понял, почему мы здесь, мне было откровение. И в этом смысле мир полудня соответствует каким-то очень глубинной интенции внутри человека, очень важно. и давайте проанализируем наш мир с этой точки зрения. А к чему в конце концов сводятся все наши усилия и прыжки? Зачем мы всем этим занимаемся? Что мы делаем? На что работает в наше общество глобальное на Земле? Желудок. На выживание, я считаю. То есть, если мы вообще в принципе говорим глобально, если глобально, большинство. Ну, мы без вектора, давайте признаем. У нас есть много мелких векторов, потому что кто-то стремится познавать, а кто-то там потреблять, а кто-то просто выживает. Все же очень разные. Кто-то от голода умирает, кто-то в золотом миллиарде находится. Но пока в массе своей существует индустрия впечатлений, по-моему, как мне кажется. Ярко прожить хотим. насколько это соответствует достоинству человека? Как вида? Ну, очень сильно не соответствует. Мы потеряшки. По-моему, мы немножко потерялись, да? Это вся яркость, впечатление. Это, скорее всего, просто какой-то постэффект после двух больших войн. Это однозначно. Но пока же мы в этом периоде, правильно? Ну, вот смотрите. Мы точно можем сказать, что наш мир создали европейские войны. И в частности войны, две последние мировые войны. Это основное поле битвы, которое было все равно в Европе. И по масштабам затратам и потерь. Ну, и мы, конечно же, очень сильно наша цивилизация определена. Сначала вот этим периодом войн протестантских, религиозных, после которых и захотелось светской политики, чтобы больше никогда люди глотки не резали по принципам, от кого исходит Святой Дух только от Христа, вернее, только от Бога Отца или от Бога Отца и Христа. Тупоконечники и остроконечники. Мало понятные простым людям, схоластические вещи, за которые там 130 лет религиозных войн непрерывных. Соседи вешают соседины. 130 лет подряд. И второй момент, это две мировые войны, когда ужасающие бойни, ведь в Первую мировую войну все провалились, имея рациональность на знаменах. Тогда же было, что человечество познает, квантовая теория, радиоактивность, броненосцы поплыли, самолеты взлетели, но еще чуть-чуть и все. Планк, которому сегодня был день рождения, кстати, у Планка Максу, ему уже сказали, что не надо поступать на физику в 15-м году, потому что физика уже вся задача решила, вы там ничего не сможете сделать, и вот отговорили поступать на теоретическую физику. и такое было ощущение. Вдруг эти сверхрациональные люди, построившие очень рациональное общество, двинувшие науку производства, а успехи были действительно впечатляющие. Тогдашний взрослый человек мог родиться в ситуации, когда его квартира или дома опаливался лучиной, и спичка была абсолютно диковинка, а в 40-летнем возрасте он уже мог летать на дирижаблях и плавать на сверхсовременных самолетах, пользоваться телеграфом и знать теорию относительно Синштейна. И вот они начинают травить друг друга газами, расстреливать из пулеметов, причем там же был всеобщий патриотический подъем, выкашивало лучших людей. Есть списки потерь Первой мировой, там количество поэтов, выдающихся легло, такое количество с обеих сторон, ученых, писателей, физиков будущих и так далее, что просто запределили. И потом Вторая мировая, потом 20-е года очень интересные с их прорывами, почитаешь, сразу становится понятным, куда это все, психоделия, космизм, вот это все, что стоит за стимпанком, вот это ощущение какой-то альтернативы, которая потом в 60-е вернется в связи с ЛСД и всем остальным. Джаз, новое направление музыки, литературе, и так далее. Потом это все накрывается Второй мировой войной или второй серией длинной 40-летней мировой войны с ужасом тоталитарных идеологий, со всеми этими лагерями, со всеми этими смертью и прочее. Конечно, мы вылазим все еще из этих войн. Как говорил подводный, метровый окоп зарастает век. мы можем представить себе, что 100 лет надо, чтобы выкарабкаться из последствий Второй мировой войны. Но по-нашему это 2045-й. Там может начаться некое новое человечество. А пока мы еще дожевываем этот ужас и, как говорит Антон, это гиперкомпенсация чего? Попытка набрать впечатление? Это гиперкомпенсация ужасов голода, бомбежек, концлагерей, газов и всего остального. Всего этого ужаса, когда просвещенные люди, которые больше всего ставят на разум, убивают таких же, как они, десятками миллионов. В этом смысле мы травмированы. А мы тут еще травмированы тоталитарным режимом Сталина, который нас 100 лет все вперед напугал. Это в каком-то смысле очень недостойно человека. Это травма. Человека с большой буквы «Ч» и человечества. Потому что позволять себе это неизбежно с одной стороны. позволять себе сто лет обслуживать комплексы, вызванные тем, что наши предки испугались очень сильно. Но как-то с точки зрения священной раны не очень верная стратегия. Но и была же альтернатива. Смотрите, ведь Стругацкий старший участник Второй мировой войны на Советско-японском фронте. Это люди, американские фантасты, советские фантасты, люди так или иначе, которые не сумели прородить удивительно красивые миры, великую теорию воспитания, антитропейное общество, его идеи и так далее. Абсолютный феномен. Это же Брэдбери спросили, или Кларка Артура, по-моему, у которого коэффициент предсказаний 93, все, что он напридумывал, потом сбылось, коэффициент резко поломался в 85-м году. И вот журналист брал интервью, это конец 90-х уже был, ровесник века. Он очень большой ученый, очень много сыграл в становлении радиодела в Британии, радары первые, все такое и прочее. и он математик, физик. Его спросили, а как так, вот почему до 85-го года ваши прогнозы все сбывались с вероятностью 93-м, а после этого типа перестали. Он говорит, ну, человечество говорит, с ума сошло, вместо чтобы летать в космос и там познавать, 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 оно засело за экраны телевизора, взяло пульты в руки, открыло пиво и стало смотреть. Футбол. Я не знаю, что с этим делать. Ну вот мы можем констатировать, что с нами что-то произошло в этом смысле. 85-е это что, перестройка, конец союза, закрытие проекта, гости из будущего с финальной песней, которая закрывала эту историю надолго, по крайней мере. Да, Антон? Я даже имею предположение, что же такое произошло. И что же? Произошло то, что исчез страх. Потому что когда начинался, например, Советский Союз, людям для того, чтобы реализовываться, нужно было делать что-то очень интересное, клевое, лететь в космос, строить будущее, потому что они не могли стремиться к изобилию. За это убивали. Американцы, у них чуть по-другому, но тоже был страх. Им нужно было идти вперед. Им нужно было идти быстрее, чем вот эта вот империя зла. А приблизительно вот в конце какие-то 80-е, 90-е это все пропало. Напряжение между двумя полюсами пропало. И, конечно, люди, не имея страха, который запрещал бы им стремиться к изобилию, начали стремиться к изобилию. А модель, которая была у Артура Кларка в голове, она предполагала, что люди стремятся не к изобилию, а вперед. К познанию, конечно. Мне кажется, что вы путаете причину и следствие. Я просто не совсем понимаю, почему мы об этом не говорим. Но ведь не люди начали говорить, что давайте, ребята, будем заваливать нас там дешевыми развлечениями и шерпотребом. Просто в какой-то момент мировая элита, наиболее сильные экономические кланы стали играть с доступными им средствами, развивать рынок, сажать людей на потребление. контента, шматья, еды и вкусные пить. Короче, то, о чем мы говорим. Это же просто процесс развития капиталистического производства, его внедрения через культурную гегемонию. Процесс развития капиталистического производства был давно. Так понимаете, тут же дело не в этом. Дело в том, что даже сами предприниматели-капиталисты стали вдохновляться другим. Были предприниматели-капиталисты, которые строили там Панамский канал, понимаете? в свое время, шли за край. А были предприниматели-капиталисты, которые изобретают нейромаркетинг, чтобы заставить рационального покупателя совершить иррациональный выбор. За модель берется, как Глеб правильно сказал, за модель берется рациональный человек, но проблема в том, что его надо заставить совершить иррациональный выбор. Когда он заходит в супермаркет или в торговый центр, на него производится воздействие. Научно-обоснованно. А я еще вспомнила мысль Александра Иванова, известного лингвиста и так далее. Многими языками владел. Он говорил, что еще очень большая проблема хронология времени. То, что одновременно на планете Земля живут люди, некоторые, их сознание, например, 13 век, у некоторых 19 век, у некоторых 20 век, а некоторые живут в 22 веке. И поэтому войны, конфликты, они неизбежны. Еще к этому. Ну, тоже, понимаете, это же все очень специфическая вещь. Мы берем древнюю Грецию. Они воевали вообще непрерывно. Но они дали образцы культуры такие, что нам близко еще до них не дотянуться. Хотя, и вообще не только культуры, а способы в жизни, я имею в виду артефактов культуры, а именно культуры жизни, философия, политика и все остальное. Хотя, гимнастика, красота тела, красота духа, красота разума. Хотя, это непрерывные военные действия, непрерывные. И ни одного не военного года. И то режешься с соседним полюсом, то какие-нибудь персы приходят вообще как кара небесная. Тем не менее. Это что-то другое, это какая-то внутренняя интенция, понимаете? Да, Антон? Минуточку. В Древней Греции кто дал взрыв культуры, философии и так дальше? Те, у кого было изобилие, она у них было. Ходили по саду, ели оливки, рассуждали о важном. Почему нам нужно рассуждать о важном? Потому что завтра у нас бой. А сейчас нам не нужно думать о том, чтобы съесть как можно больше оливок, мы их постоянно жрем. Да ну, как сказать, они тоже были очень разные. А кинники, которые вообще отказывались от изобилия и жили там в бочках как диагент? Все были разные, но это необходимые условия. Это не необходимые условия, голод всегда преследовал их, там была большая проблема. Человечество из голода до конца еще не вышло сейчас. Не такое же там изобилие в этой Греции, как кажется. Там наоборот возделать хлеб и там что-то вырастить было достаточно сложно. Она вся каменистая, ровных площадок там не очень много, и это все непросто. Тут другое, тут какой-то фактор есть, X, который то появляется цивилизация, то исчезает, то она хочет быть как новая античность, то она не хочет быть. Но вот Индия, да, да. Может дело в простой поговорке о том, что тяжелые времена рождают сильных людей, хорошие времена рождают слабых людей, как бы тяжелые времена. Смотрите, мы же не можем позволить себе здесь такие стандартные клишированные объяснения. Вот пример. Советский Союз и Китай, две коммунистические страны. Почему СССР не пошел китайским путь? Та же Компартия, та же вся логика, те же отношения со всем остальным миром. Мог же пойти? Не пошел. А китайцы пошли. Вторая, может быть, первая экономика мира, да еще решившая задачу, они же преодолели свой регионализм, потому что Китай всегда считал себя центром вселенной, и именно из-за этого, что? Срединным государством никогда не имел претензий на общемировую повестку, потому что ты или китаец, или с тобой вообще не о чем разговаривать, ты не человек. Все люди китайцы, да, все, кто не китайцы, им же хуже. А теперь они подают Китай даже не как люди, которые 650 миллиардов выделяют на развитие искусственного интеллекта, на гонку, квантовые компьютеры создают, и на Марс летят, а как людей, которые, ну, есть что сказать человечеству, то есть у них есть альтернативный миропорядок, альтернативный корпус идей. Коммунистическая партия это сделала, просто просчитала и сказала, нам отсюда, он до сих пор там правит. Почему СССР не пошел этим путем? Потому что он не смог раздавить свой Тяньиньмэнь своих студентов танками в свое время. В Китае тоже же самая перестройка в 89-м году началась. В Союзе 85-м в Китае на 4 года позже. Исходные условия практически одни и те же. Только в Союзе были, задел был гораздо больше, гораздо выгоднее, чем китайцам было начинать. Несравнимо более в Советский Союз и приезжал в Китай к 89-м году. Вот они взяли эту интенцию, понимаете? Вот Арабские Эмираты. Ну, что, у Саудовской Аравии меньше денег? У Катары меньше денег? Но почему-то Эмиратский спутник сейчас на орбите Марса, понимаете, да? И они город строят в пустыне, который специально как прообраз будущих поселений полностью. Автономный марсианский испытывает в таких же приближенных условиях. И даже среди семи эмиров этих и трех самых главных только один такой в Эмиратах, не все такие. Вот это что-то как это вот стреляет в человеке что-то внутри, понимаете? Вот как принц Салман, который в Саудовской Аравии сейчас там, Петр Первый Саудовский. Вот среди полутора тысяч его друзей-принцев и родственника почему-то не стрельнул, а у него стрельнул, он захотел реформ. Вот общество берет и выбирает или не выбирает в лице кого-то одного. Похоже на теорию постепенности Гумилева, как будто неопределенное появляется среди некой общности людей и абсолютно непонятно почему и откуда. Есть еще простое экономическое объяснение, потому что развитие просто экономики после насыщения капитала может происходить только за счет инноваций и все. Поэтому в обществе, которое насыщено капиталом, следующий кто будет заметный человек или группа людей, это будут именно те, кто будут двигать инновации. Даже если процент людей, в которых это стреляет, остается таким же, как и был раньше. Ну смотри, этим можно объяснить, например, появление Салмана, модернизатора Великого Саудовского, но этим нельзя объяснить появление Петра Первого, там никакого насыщения капитала речи не шло. Ну, Петра Первого это не он это. Да, великий модернизатор, которому стрянул в голову, он начал модернизировать. Понимаете? Мне вообще кажется, что я об этом говорил, когда вот мы только-только все соединились, вы еще не подключились тогда. Я так и говорил об идее, что человеку очень важно ответить себе на три вопроса. Кто я такой, зачем я живу и что будет после смерти? И на этот вопрос культура с необходимостью обязана дать ответ, потому что не ответит она, но значит, ее место займет какой-то другой культурный паттерн со стороны. И здесь та же самая история, что можно занять эти ответы на какой-то проходной жвачкой, а можно крупным, большим проектом. Но этот большой проект взлетит только если будут люди, которые будут замыслить мерками Илона Маска, например, или просто людей, которые согласны. Вот опять же Илон Маск. Вот ему стрельнуло в голову, и он хочет сделать цивилизацию полиглобальной. И он берет ответственность за это. Тут очень важно не просто мыслить, а еще и брать ответственность за свое мышление. Тогда люди начинают верить. Ну, то есть, люди просто идут за тобой, потому что этот человек взял ответственность на себя. А ты просто вот упал на хвост и посвящаешь свою жизнь какой-то великой цели. Веди нас фюрер и все дела. Вот, по-моему, это работает так. на стыке крупной идеи и ответственного. Мне еще кажется, что вот человек, например, внешний мир, он очень хорошо изучил тоже. А мы только начинаем изучать наш внутренний мир. Мы как бы, ну, как дети еще в этом всем. Вот эти социальные процессы и так далее, и так далее. То есть, только сейчас... И однозначно, что нам предстоит еще научно-техническая революция в сфере социального по-хорошему. И там ждут нас свои Коперники, Ньютоны и Эйнштейны. Когда... Но это и есть задача космизма русского, что сделать социальные процессы управляемые производительной силой, освоить их. А за этим с неизбежностью следуют коренные преобразования общества на основе новых открытий, моделей, понимания и всего остального. Тайна дьявольского поворота меня интересует. Казалось бы, очевидно, что ставка должна быть на познание, на преобразование, правильно. По-моему, это так просто и понятно, что там достоинство человека. Но нет, мы начали продавать друг другу жвачки и там, я знаю, что, кроссовки 110-е. Это всегда все очень хорошо, но оно же не может. Я за 110 кроссовок у каждого, но оно же не может быть самоцелью. Там сегодня Андрей Олегович выложил новое видео, где он продолжает рассказывать об пропаганде. Сегодня выложил видео про Барнейса. Мне кажется, что одна из причин там уже, когда они начали смешивать политику и рынок. Нет, как это происходило, мы прекрасно понимаем. Образование и рынок в начале 20-го века там Барнейс и еще... Возник соблазн массового управления массами без насилия. То есть все же очень просто. Советский Союз и нацистская Германия занимались через насилие. Государственное принуждение. А на Западе не могли перейти к этой модели, но противопоставить массовому оболваниванию, что что-то нужно было, чтобы не проиграть просто, чтобы собственные рабочие не стали коммунистами. И они придумали уточенные способы воздействия на массы, потому что в чем более сложных условиях ты должен решать задачи, тем, если ты способен что-то решать, тем более качественные вещи ты придумаешь. И придумали способы управления массой. Масс-маркетинг, масс-медиа, масс-культура. Прекрасно. Который Советский Союз и проиграл, потому что когда все захотели джинсы и жвачки вместо космоса, ну все стало понятно. И Китай в этом смысле был обеспечен слишком далеко от Запада. Пока туда джинсы и жвачки дошли и до этих несчастных китайских крестьян и прочих, им была малопонятная категория, они не могли этого даже желать. И то же самое в Индии. Индия настолько самодостаточна, что и все это. А вот мы были близки, мы все-таки Советский Союз и там, по крайней мере, Россия, Украина, Белоруссия это очень западные народы, часть большого коллективного Запада. И поэтому культура точно западная. Выросли в полемике с западной культурой. Более того, ну что такое коммунизм и социализм? Это же западные проекты Маркси. Маркс-то все-таки немец, слава Богу, а не кто-нибудь. И получается, что когда это оставалось способом воздействия на массы, это хорошо. Но когда в результате, понимаете, это по принципу за что боролись, на то и напоролись. Боролись, боролись, СССР преодолели, победили. О китайской угрозе речи тогда не шло. Фукуяма пишет «Конец истории», потому что либерализм победил везде. Можно ни о чем не волноваться. И в течение 20-15 лет, в 15-20 мы вляпываемся во что? Ну вот Запад, да? Во что он вляпывается? В то, что безудержно развиваются технологии, потому что оказывается, пока боролись с Союзом и массово управляли массовым человеком и создавали его. Выяснилось, что, во-первых, создали массового человека, а во-вторых, человека масс-культуры. А во-вторых, ну, общество уже перестроено и все выучены так в течение трех поколений. Сколько это в 45-го года прошло? Все уже такие, просто никто не помнит как иначе. Кроме мусульман и индуистов, по-моему. Две последние эти самые, которые могут иначе и представляют себе иначе. А остальные же все под эту гребенку вычесаны. Просто, ну, задавила безальтернативность, никто не знает, как иначе. Я с Курчуком разговаривал, он же по идеологии был. Я говорю, когда, по-вашему, сломалась траектория развития Советского Союза? Ведь были там достижения невероятные. Первая индустриализация, вторая индустриализация, послевоенное восстановление, там, 68-й год, мы не только по космонавтике, мы по образу жизни били многие западные страны, тоже Италию, например, и так далее, которая была совсем бедной. Он говорит, когда Хрущев сказал, догоним и перегоним Америку. То есть мы ехали по своим рельсам, а тут встали на их рельсы, значит, приняли их правила игры и заведомо были, что обречены на поражение. пока у нас была своя антология, а он это слово знает, потому что он Гегеля, он из-за этого цитирует, как старший по идеологии, он говорит, тогда было все свое. Вот у кого сейчас есть альтернативная антология? Другая. Ведь мир полный, это прежде всего другая антология, начиная с базовой мотивации и первичной интенции. То есть базовая антропологическая модель ответ на вопрос, что такое человек с большой буквы Ч, что такое человечество, и зачем они живут вообще на Белом Свете, зачем это все нужно. Китайцев не своя антология? Своя, но они очень вестернизировались, как бы, да, и у них проблема, им надо вот эту свою антологию перетащить на общие мировые стандарты, потому что претензия у них общей мировая и даже за пределами мира уже, судя по бурному развитию космонавтики. А с точки зрения всемирных проблем идеология очень местечковая. Ну что нам, это их конфуцианство, всему остальному миру, это мэдоосизм, правильно? У них как раз проблема с разработкой идеологии, которую они пока предлагают как набор принципов, но еще не набор антологии. А у них и антологии-то не было никогда, на самом деле, антология-то западная игрушка и индуистская. Дело в том, что китайские рациональные системы, они были, ну, куда менее развиты. Это нации, у которых нету, или культуры, в которой нет слова бытия, ну, о какой антологии мы можем говорить, понятия бытия нет. И, может быть, они преодолеют, это, может, не преодолеют. Тут, скорее, у меня ставка на индусов больше, потому что у них математическое мышление, они абсолютно самодостаточны. И очень развитая, с одной стороны, очень устойчивая, с другой стороны, очень развитое и гибкое мировоззрение системы индуизма. Вы знаете, что на индусы же не пошли путем копирования советских или американской космонавтики, они сделали свою, даже чуть-чуть отстали, но предпочли свою. А на старт явился главный бромин Индии, который там вообще не появляется на публику. На старт индийской ракеты-носителя тяжелой, когда они спутник Марсу запускали там или куда-то еще. И это благословили жрецы, как мы, да. Поэтому меньшим, чем новая антология, не отделаешься. Любые модернизационные проекты, которые за пределами ответа на четыре главных вопроса, или на три, которые Глеб предложил свою версию, и без смены базы антропологической модели, то есть ответа, зачем мы вообще живем, по большому счету, к чему это все, ничего не будет. Никакая модернизация уже существующего не поможет, надо менять антологию. И вот радуга, это как раз как внезапная гибель частички этого мира, показывает, как люди с другой антологией встречают одно из главных антологических событий, то есть личную смерть. Такая история. Ну, в общем, побродили и вернулись на своей тропинке. Без замены антологии ничего не будет. А это значит, что мы должны заменять ее уже в своей речи, в своем мышлении. Рассуждать иначе, нежели от нас требует наше воспитание и образование. То есть и опыт. Надо становиться выше воспитания, образования и опыта. Иметь свою антологию и в ней рассуждать. А для этого надо очень внимательно быть к терминам, базовым и объяснительным схемам, к великим историям этим всем. Потому что если мы здесь с вами будем рассуждать в объяснительных схемах, принятых в современном мире, мы не вырвемся за его пределы. А ведь эту задачу мы решим. Хотя бы на уровне понимания. Строительство там посмотрим еще, но мы уровни понимания хотим. Ну, по сути... Ну, ладно, я не модератор. Я хотела спросить, что следующее все-таки читаем. Там еще Балычев, я слышал. Это вообще шикарно. Балычев, да. Ну, так у нас впереди намного... На пару лет точно есть задача. Балычева надо... Три вещи надо прочитать железно. Поселок, Подземелья ведьма и Агент КФ. Очень-очень важно. Ну? Угу. Ну, да. До встречи.